Всем доброго дня и хорошего настроения! Я сегодня буду готовить рис по-японски с мандарином и печенью. Что же нам для этого блюда понадобится? На 300 грамм печени необходимо будет взять 1 или 2 мандарина, 1 крупный или 2 небольших. Рис 1 стакан, зеленый горошек, свежезамороженный полстакана, соевый соус 4 столовые ложки, перец красный, сладкий, молотый 0,5 чайной ложки и соли по вкусу. Также нам понадобится растительное масло для жарки. А теперь приступаем! Первое, с чего необходимо начать, это отварить рис. Более подробно, как я готовлю рис, на это видео я оставлю ссылочку в инфобоксе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Как только вода выкипела из риса до того состояния, что его стало видно, убавляем на самый минимальный огонь, это у меня на единичку, накрываю крышкой и оставляю до полной его готовности. Теперь займемся мандарином. Печень нарезаем так, как вам удобно, но небольшими кусочками. Затем нам нужно слегка обжарить мандарины. Добавляем растительное масло и в этой же сковородке обжариваем печень. Немножко соли И красного сладкого перца Как только рис приготовится, добавляем в него зеленый горошек. Даем еще немножко постоять закрытым и начинаем собирать блюдо. Блюдо выкладывается слоями и первый слой рис, конечно. Поливаем его соевым соусом соусом, кто как любит. Затем на рис выкладываем мандарины И на мандарины выкладываем печень. Ну вот и все. Блюдо готово. Рис по-японски с мандаринами и печенью можно подавать на стол. Надеюсь, что вам этот рецепт понравится. А я на этом с вами буду прощаться. Не забудьте подписаться на мой канал, если еще кто-то не подписался. И мне будет очень приятно, если вы поставите лайк. Также обратите свое внимание на ссылочки, которые находятся внизу этого видео. Пройдя по ним, возможно, вы найдете свой любимый рецепт. Ну а сейчас всем до свидания и до скорой встречи!